здравствуйте дорогие телезрители конечно подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема лук как вы уже догадались и она будет продолжаться долго посмотрите что лежит передо мной на столе замечательный просто сухой звенит даже от того какой он сухой луковички все целенькие все такое красивенькое уже не то что руки чешутся как мне одна дама написала уже готова по сугробам бежать на дачу и все посадить я тоже готова к этому а я готова вам еще и рассказать какие луки у нас будут представлены продажи и чем они отличаются друг от друга есть лук штутгарский это луковица среднего размера и срок созревания у него тоже средний есть штутгард резин то есть штутгарский большой это лук и тот и другой они настолько злые по вкусу они даже горькие но если лук подвергается термической обработки конечно свежем виде я не знаю много людей которые бы ели просто как яблоки лук но когда подвигаешь термической обработки такие луки то сахара выходит очень много и тогда они становятся сладкими и их ничем не заменить если вы например готовите мясо да или тушите капусту или картофель но есть луки более скажем демократичные по вкусу вот это вот дитя штутгартена и центуриона я уже рассказывал вам про это есть сам центурион и это луки немножко вытянутые они не имеют плоской луковицы хотя в этом году мы проведем эксперименты вы узнаете почему лук меняет свою форму когда растет на грядке например необычным методом а я обязательно о нем расскажу значит но вот тут вот я это оставила на потом это лук золотистый семка любимец который завоевал сердца и огороды уже многих и многих огородников чем он так хорош его отличить легко он не похож по форме луковички не на какие-то другие у этого лука характерные очень вытянутые луковички видите но он отличается не только этим а еще и тем что когда он созреет и оденет все свои рубашки представьте себе что он ни одну из них не сбросит зимой вот будет у него три рубашки так он с этими рубашками свободными рыжими и доживет до последнего момента когда мы последнюю луковицу съедим вот не сбрасывает он рубашки а если плотно прилегающие чешуи так они правильно называются на луке не отстают от него значит и проникновение туда вредителей очень и очень затруднено мне очень нравится что такое лука существует и кстати он не только существует в природе он еще и есть продажи и такой лук всегда на моих грядках присутствует семка золотистый он необычный совершенно но написано правильно должно быть золотистый семка они наоборот и если вам пытаются рассказать сказки про лук что они сами выращивают семенами вот здесь прямо нет этот лук он экспортируется только из голландии чтоб вы знали значит ну про остальные луки мы еще поговорим об этом когда мы уже придем к тому чтобы их высадить вы только должны запомнить что лук растение прохладных географических зон и даже на юге и в узбекистане и киргизии лук сеется очень много высаживается вот именно сивок но как рано они это делают когда еще прохладная почва только тогда лук выпустит корни вот что я хотела до вас донести поэтому если вы собрались купить сивок всегда помните когда вы его должны посадить в грядке когда земля еще прохладная 10 градусов уже можно 20 градусов уже много уже слишком тепло и корни не выпустятся сейчас хранить лук купленный не надо его прогревать на батареях это ни к чему хорошему не приведет вы дадите толчок и появятся зеленые роски а это плохо кончится да у нас серединка израстет и мы его потом выкинем поэтому вы просто рассыпите на газетке посушите и уберете в такое место в прихожей или в диван или около балкона в коробку сухую чтоб никакой влаги вокруг не было так он доживет благополучно сейчас лук приходит просто изумительного качества вот когда придет март месяц конец апрель тогда приедут другие луки сами понимаете да на что я намекаю я всегда покупаю семенной материал очень и очень рано главное его сохранить а это небольшая проблема ну всего доброго и до свидания и